Приветствую вас! Слушать, как лично, ваших родственников и подруг, которые хотят вам добра, но по-своему, конечно, не стоит. Потому что, ну, как минимум, эти люди видят мир так, как они его видят, так как они его воспринимают. И этот мир, он для этих людей выглядит совершенно наше, нежели мир, который выглядит для вас. И, пожалуй, ценности у всех людей разные. И, пожалуй, приоритеты у всех людей свои. И потому не думаю, что это хорошая идея прислушиваться к другим людям, вообще к любым людям, в том, что касается вашей личной жизни. Пожалуй, в этом я не буду оригинален и соглашусь на своем сказке с коллегами, которые, вроде бы, в своем большинстве говорят тоже сам. Но, чтобы не быть еще одним человеком, который подтвердил бы то мнение, которое уже было сказано, я бы хотел кое-что добавить. На мой взгляд, это кое-что очень важное. Во-первых, совершенно верно вы поняли такую вещь, что, ну, как бы, нормально не хотеть замуж после негативного опыта. Почему? Ну, потому что какое-то время все-таки должно пройти для того, чтобы человек восстановился, чтобы человек почувствовал, что может вступить в отношения. И, собственно, как бы, ну, ощутил, в общем, что готов, ощутил, в общем, что может уже он, как бы, быть партнером для отношений с кем-либо. И надо сказать, что это очень индивидуальный процесс и не всегда осознаваемый человек. То есть, может быть, вы это поймете, когда данное случится, а может быть и нет. Может быть, вы это осознаете сразу, а может быть и не сразу, может быть, вам потребуется время для того, чтобы осознать подобную вещь. Так, у каждого человека есть свои индивидуальные особенности в этом вопросе. И нужно в этом, ну, желательно прислушиваться в основном к себе. Дальше. Что вам можно делать? Вы знаете, ну, вот, как бы, в корне, вот именно в корне, в корне ситуации, ваши родные правы. В чем именно? Они правы в том, что вам нельзя ставить себе, на себе крест. Вам нельзя уединяться долго от мужчин, вам не стоит лишать себя женской стороны жизни. Такой вот, чистой женской стороны жизни. И что там говорить? Ну, во всех отношениях полезно чувствовать себя женщиной. Если не все время, то хотя бы иногда. В этом, в самом по себе, плохого ничего, конечно, нет. Но ваши родные не правы в том, что они задают четкую цель. Они говорят, встречаются с мужчинами для того, чтобы обязательно выйти замуж. Вот это не есть хорошо. Нужно встречаться с мужчинами просто для того, чтобы встречаться. Нужно проводить время с людьми, ну, с мужчинами, просто для того, чтобы проводить время с людьми. То есть, ни к чему не обязывающие отношения, отсутствие планирования, отсутствие какого-то обязательного сценария развития ваших отношений. Это правильно и верно для вас. И ваш случай – это самый лучший вариант. Потому что он поможет вам, с одной стороны, не отказывать себе в потребности быть женщиной, и не отказывать себе в потребности в мучком внимании. Но, с другой стороны, это избавит вас от необходимости делать то, что вам не хочется. Не ходите замуж, не нужно. Не стоит насильно себя что-то заставлять. Счастливы вы не будете, наоборот, будете не счастливы. Здесь, казалось бы, все понятно. То есть, делайте то, что хотите, встречайтесь с мужчинами, общайтесь с ними, получайте опыт взаимодействия с ними, получайте опыт непринужденного общения, если угодно, и, собственно, просто-напросто набирайте этого самого опыта и все. Казалось бы, все просто. Но, к сожалению, не все так действительно просто. Дело в том, что, вообще говоря, может у вас присутствовать страх. Страх, обжечься вновь. Страх пережить заново те негативные моменты, которые у вас уже были. Страх пережить негативные переживания, которые с вами случились, когда вы разводились с вашим бывшим мужем. И вот те негативные эмоции, которые у вас могли быть, быть, те негативные эмоции, которые у вас имеются, желательно проработать, желательно как-то опустить, желательно понять и исключить вероятность того, что они будут на вас влиять, на ваше поведение. И вот только при условии отсутствия страхов, только при условии отсутствия сравнивания, например, настоящих мужчин с мужчинами, с мужчинами, точнее, с которыми вы развелись, можно говорить о правильности свободы в вашем поведении. Но если вам движет какие-то личные искрененные представления, личные негативные стимулы, негативные переживания, приобретенные какие-то деструктивные модели поведения, то вот это нужно исправлять. Понимаете, надеюсь, о чем я говорю? Понимаете, тонкость, которую я пытаюсь до вас сейчас донести. И во избежание того, что на ваше поведение и нежелание ходить замуж оказывали бы какие-то негативные моменты влияния, ну, я бы рекомендовал вам проработать ваш развод. То есть, развод – это всегда травма. Я надеюсь, с этим согласятся все коллеги. И травма эта, скорее всего, не прошла для вас бесследно. И, соответственно, чтобы это действительно было так, чтобы она прошла для вас безболезненно, чтобы все абсолютно негативные последствия развода не реализовать, нужно вам, возможно, одна-две консультации с психологом для проработки и отпускания орбиты. Ну, это если вы чувствуете, что у вас действительно что-то есть, то есть какие-то вот негативные эмоции появляются, когда вы, например, вспоминаете своего бывшего мужа. Если же вы благодарны ему за вашего ребенка и за то время, что он провел с вами, и вы не испытываете никакого негатива, то тогда абсолютно все в порядке и нужно просто жить так, как хотите вы. В этом случае я бы порекомендовал вам обратить внимание на то, почему вы прислушиваетесь ко мнению других людей, почему вы позволяете другим людям корректировать вашу личную жизнь, что заставляет вас это делать. Может быть сомнение в себе, может быть какая-то неуверенность, может быть что-то еще. Это вам, к сожалению, будет мешать, потому что сводничество помогает образовать ячейку общества, но, к сожалению, не помогает стать человеку куда более счастливым. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...